Всем привет! Это проект Редколлегия Читару. Меня зовут Екатерина Шайтанова, я редактор Читару. Со мной Юлия Скорнякова. И это сезон девочковых Редколлегий, который мы надеемся скоро закончится. Если вы тоже хотите возвращения мужчин в нашу Редколлегию, пожелайте, пожалуйста, здоровья Андрею Козлову, нашему коллеге, генеральному директору и редактору. Очень мы ждем его возвращения к нам. Но сегодня мы будем разговаривать о том, что полиция, стало известно, что полиция остановила расследование дела о просверленных в чате деревьях за отсутствие подозреваемых. Об этом сообщили и очторов при службе МВД в ответ на официальный запрос. Видимо, без официальных запросов они не могли обойтись. В мае неизвестные начали сверлить деревья около рекламных конструкций, заливать в них неизвестное вещество. Мы об этом узнали, когда к нам начали обращаться жители города с жалобами на то, что у них сохнут и гибнут деревья целыми аллеями. После этого, по-моему, мы прошли по части улиц ножками, мы распределили в редакции улицы, прошлись по ним, посмотрели, какие деревья просверлены, какие рядом с ними находятся рекламные конструкции, что происходит. Своими глазами убедились в том, что действительно деревья гибнут. После этого мэрия, по-моему, обратилась в полицию с тем, чтобы вычислить тех, кто это делает, кто это сделал, подумала. Мэрия и обратилась в полицию. Полиция, не прошло ей полгода, вообще-то даже больше, чем полгода прошло, пытались что-то сделать, но расследование приостановили. И сообщается, что после приостановления расследования они все равно будут дальше проводить оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, которые можно было бы привлечь в качестве подозреваемого или обвиняемого. Как ты думаешь, Юля, чем кончатся эти поиски по установлению лица? Ну, пока ничем. А потом? Потом непонятно, но, скорее всего, тоже ничем. Потому что на самом деле это отголоски поменявшихся, по-моему, в прошлом или позапрошлом году правил благоустройства или размещения рекламных конструкций, чего-то у нас менялось в городе. Там в этих правилах было написано, что вот обязательно зеленение, там деревья должны стоять, еще что-то. Помнишь эту войну, которая была два года назад, когда просто рекламщики рубили, вытесывали деревья? Да, деревья. Это же надо понимать, что эта история длится много лет. У нас много лет в городе с деревьями делали все, что хотели. Вообще в смыслах. Да, рекламщики в основном. Рекламщики, я имею в виду, под рекламщиками, это те, кто владеет рекламными конструкциями. Понятно, рекламная, наружная реклама. Да, да. И те, кому деревья загораживали, их великолепные надписи или рекламу на домах, на зданиях, на фсадах. Вот. Много лет они делали с деревьями все, что хотели. Считали себя хозяевами этих деревьев и хозяевами вообще всего уличного пространства Читы. Людям было откровенно, ну и остается откровенно плевать на то, как город выглядит, а потом кто-то начал им делать замечания. И, наверное, поменялось немножечко сознание у жителей, потому что, когда так массово уничтожают деревья, ну это уже впервые... Ну не было прецедентом в городе. И, ну это уже вызвало возмущение, и власти были вынуждены уже отреагировать. Здесь просто совпало то, что власть поменялась в городе, ей надо было как-то утверждаться, ей надо было говорить, что вот мы все-таки руководители, мы должны там что-то делать, и мы сделаем для вас, уважаемые горожане. Вот. А в результате получилось, что толком ничего не сделали. Почему не сделали? Это не было доказательств, не было каких-то подозреваемых. Хотя, ну вот честно, когда мы проходили, смотрели, где просверлены деревья, ну ребята... А кто по улице-то шла? Слушай, я не помню, я где-то в центре гуляла. Ну и в принципе, когда ходила по улицам, видно было, что деревья просверлены. Я, честно, я не верю в результаты этого расследования, какие-то конкретные, реальные, потому что после первого же месяца, когда дело начало затягиваться немножечко, стало понятно, что, ну что быстрых результатов мы вряд ли дождемся. Нет, и игру они найдут, да? Да, да. Причем, слушай, ну комичная ситуация, когда все прекрасно понимают, кто мог быть заинтересован вот именно в расчистке этих конструкций. Есть один главный подозреваемый, один неглавный подозреваемый, или два неглавных. И еще есть презумпция невиновности. Есть презумпция невиновности. Ну как бы давайте смотреть внимательно, что происходит. Честно, я человек радикальный, и вот взяла бы просто всех этих подозреваемых с тех мест, которые были запакощены, просто выкинула. И тех подозреваемых, кто мог быть заинтересован в том, чтобы выкинуть, вот тех тоже бы выкинула. Ребята, давайте уже сделаем нормальное правило. Расчистим этот рынок и сделаем так, чтобы там были люди, которые любят действительно город. Слушай, я согласна с тобой в том смысле, что, по-моему, городская власть направляет ресурсы не туда. Вместо того, чтобы навести порядок на рынке рекламных конструкций, они зачем-то обращаются в полицию. Полиция ничего не сделает. Более того, пускай бы полиция бы, я не знаю, ловила бы грабителей, насильников, убийц, занималась бы какими-то реальными делами, ловила бы преступников. Я понимаю, что те, кто калечит деревья, тоже преступники. Но, по-моему, мэрия могла бы своими ресурсами разобраться с этой проблемой, не обращаясь в полицию. Слушай, ну здесь вот тоже, я понимаю, почему они обратились в полицию. Во-первых, это немножечко устрашение, что, ребята, посмотрите, мы здесь просто так... Такое же устрашение, все с самого начала смеялись, что они не найдут никого. Ну, тогда было еще непонятно, смеялись-то смеялись. Подожди, было непонятно. Но перед этим они обращались в полицию по обрезке деревьев. Ну, успешные действия. Вот эти ужасные столбы, которые они наотрезали. Сапожник мне говорил на интервью, а мы обратились в полицию, и граждан призываем обращаться в полицию. И я такая сидела и думала, слушайте, по-моему, вы сами их пилите. Ну, такое у меня как бы было. Просто на самом деле весь секретик в том, чтобы и полиция нормально искала виновных, и городская администрация нормально понимала ситуацию и делала свои какие-то выводы, а не сидела, ждала результатов работы полиции. Может, ну, чисто человеческий фактор. Участковый, например, что-то забыл или что-то не сделал, или ему вообще до фонаря эти деревья, у него завал по делам, у него убийство, изнасилование, еще что-то. А здесь про какие-то деревья ему говорят, ну, он отпишется. Постаточному принципу. Конечно, конечно. Ну, знаешь, я помню, опрашивали же наших журналистов, и города Захарова и Андрея из-за тирка вызывали в полиции. Мне еще очень нравится в этом смысле работа полиции. Они всегда начинают с опроса журналистов, которые пишут об этом новости. Можно подумать, журналисты что-то особенное знают, в новость не напишут, но полиции расскажут. Расскажут, ага. Да. То есть я знаю, что вызывали парней, спрашивали, при каких обстоятельствах были написаны новости. Всегда меня это удивляет. На кого они ссылаются, как будто бы в новости не написано, на кого они ссылаются. Что они думают по этому поводу, может быть, на кого они думают, спрашивали парней. Мне кажется, что это немножечко имитация бурнодеятельности. Это немножечко, это да. Это просто мы провели опрос, мы сделали то, 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 а в результате никого не нашли. Ребята, это и ожидалось. Я знаю, что большие надежды возлагались на камеры безопасного города, потому что, в частности, камеры, которые отслеживают нарушение правил дорожного движения водителями, присылают достаточно четкие снимки. То есть я знаю, что, ну я и по себе, к сожалению, знаю, что видно, кто едет в машине, с каким выражением лица превышает скорость. Ну обычно это я. И кому должен прийти этот штраф. Я знаю, что можно разглядеть до деталей, с кем едет человек в машине. И даже знаю, что не одна семья распалась благодаря качеству работы, да, качеству работы камер центра видеофиксации. Но как будто бы камеры безопасного города какие-то другие. И как будто бы по ним не удалось установить тех, кто сверлил деревья. У меня тогда вопрос, нахрена нам камеры безопасного города? То есть если у меня тут, не дай бог, сдернут шапку, которую я не ношу на улице, они тоже не рассмотрят, кто это сделал? Слушай, на самом деле, мне кажется, дело не в камерах безопасного города, а дело в том, как подходили к работе люди. Потому что я не знаю, насколько у нас город прям плотно оснащен камерами видеонаблюдения, но есть безопасный город с четким... По-моему, это одни и те же камеры, которые фиксируют нарушения. Это разные. Это разные, да? Это разные. Ну, тогда либо они сильно дешевле, и тогда зачем они уезжают? Ну да, я и спрашиваю. То есть почему у нас... Я не против штрафов автолюбителя, но почему у нас в штрафы автолюбителям деньги вкладываются, а в реальную безопасность города не вкладываются в этой логике? Ну, вот. Либо же, слушай, ну у меня более рабочая теория про то, что ребята просто занимались по остаточному принципу. Может быть, это камеры безопасного города отсмотреть, может быть, это камеры видеонаблюдения каких-то предприятий отсмотреть. То есть если задаться целью выцепить какого-то человека, который делал это, и потом прижать этого человека и расспросить... Я прямо чувствую, ты могла бы быть следователем. Я, кстати, хотела, да. Да, да, да. Вот. Ну, наверное, можно было бы это сделать. Но везде остаточный принцип. Мэрия надеется на полицию, полиция надеется на то, что деревья оживут, не оживут. Не знаю, может быть, мэрия надеется, что их не найдут. Ну, может, мэрия надеется, что их не найдут. А их на полицию, да. Да, может быть, вполне, может быть и так. Вот. Моя, мой прогноз, никто за это не будет отвечать. Просто деревья как пилились, как сверлились, так и сверлились. Плюс еще это было показательное выступление, на самом деле, по-моему, для Сапожникова, чтобы показать, кто в городе хозяин. К сожалению, в этой ситуации оказался не Александр Михайлович. А теперь, по-моему, это показательное выступление на тех, кто был причастен к ущербу для деревьев. По-моему, это как освобождение от физкультуры, как индульгенция. Это демонстрация того, что да, можно сверлить. Да, конечно. Просто в ближайшую весну и лето, скорее всего, у нас проблема повторится, может быть, не в этом виде, может быть, не в виде заливания какой-то отравы. Но то, что у нас пренебрежительное отношение к деревьям, к озеленению, к внешнему виду города, оно будет сохраняться. Вот в том числе благодаря вот таким историям, когда вроде громко мы что-то сказали, а ничего не произошло. Ну да, будет. Я думаю, что, знаешь, это еще и потому, что в городе деревья особо никому не нужны. Они не нужны мэрии, мэрия их пилит в эти ужасные шары, которые летом чуть-чуть стоят красивыми, а потом стоят некрасивыми. Я когда в Иркутск приезжаю, мне хочется обнимать эти тополя в центре города. Они не нужны жильцам домов, которым они загораживают свет. Они не нужны рекламщикам, потому что они загораживают рекламные конструкции. И нужны, по-моему, эти бедные несчастные деревья тем людям, которые их высаживали в советское время, выходя трудовыми коллективами на высадку, в выходной копая лунки, озеленяя город, создавая вот эти вот аллеи в центре города. Это же посаженные деревья. Ну, конечно. То есть в районе Можезовода все посажено, все засажено аллеями. В Северном, который так прекрасно, тоже искусственно посаженные деревья дополняют оставшиеся как бы от леса сосны. Я еще думаю, с кем интересно чувствами эти люди, которые садили эти деревья, которые сейчас успели вырасти в большие, читают новости про то, что полиция остановила расследование о просверленных в чате деревьев. Просто ты понимаешь, у нас в последние 15 лет город превратили в какое-то непонятное место. Там Чикаго 30-х годов или 40-х годов, когда все серое, пыльное и непонятное. И понимаешь, просто кто-то гребет на этом деньги и вообще не заботится о том, как людям жить, кто будет здесь жить, кто будет платежеспособным населением здесь через 5-10 лет. Вообще чихать абсолютно. Он вырубал летом владелец одной компании, там чуть ниже нашего офиса, который потом звонил мне и скандалил, и говорил, что я чуть-чуть не в том мире живу, и деревья защищать не надо, и вообще деревья здесь тлен и ерунда какая-то. Ты в этом смысле, видимо, действительно не совсем в том мире живешь. У нас условно разные реальности. Да, у нас разные реальности. Я просто хочу жить в мире и стараюсь жить в мире, в котором все-таки есть деревья, и в котором все-таки, наверное, есть закон, хоть иногда. Интересно. А что ты думаешь про попытки городских властей высадить деревья? С одной стороны, это красиво, это здорово. С другой стороны, когда это попытки высадить клёны ради того, чтобы высадить клёны, а потом забыть про то, что эти клёны высажены, и за ними нужно ухаживать в первые 3 года, как за маленькими детьми, поливать их, и вообще смотреть, что с ними происходит, и как они перезимовали. Ну, зачем эти прутики тогда? В смысле, деревья гибнут, за ними их важно не только высадить, и не только отчитаться где-то там в пресс-релизе, и показать красивые фотографии, но важно ещё потом за ними ухаживать, и цель-то главная, чтобы деревья были, а не чтобы Александр Михайлович с лопатой простоял. Хотя он очень красиво стоит с лопатой. Мне иногда кажется, что... Да нет, мне кажется, в чём-то кусочек его призвания красиво стоять с лопатой. Ты просто как-то не оценила, мне кажется. Посмотри в следующий раз. Я думаю, что хорошая попытка высаживать двухметровые вот эти деревья, которые высаживали около Новосити, где-то, по-моему, в районе вокзала. Это взамен как раз пострадавшим. Ну, как будто бы, да. Как будто бы это общественники с городскими властями, чуть ли не со школьниками, высаживали эти деревья. На них тоже надо смотреть, как они перезимуют, безусловно, но они как будто бы уже взрослые растения. Это вообще прекрасно, но это совсем ни капельки, ни чуточки не компенсирует ущерб деревьям в городе, которые наносился им за последние 10-15-20 лет. То есть, смотри, помнишь, мы тогда, по-моему, Андрей сбрасывал фотографии, вот перекрёсток Журавлёва-Ленина. Да, мы к нему приложим. Да, каким он был, и буквально лет 10-15 лет, да, и что сейчас. То есть, когда живёшь, 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 и не сильно замечаешь перемены, которые плавно происходят. Одно дерево вырубили, два дерева вырубили, три дерева вырубили. Читово-то вроде бы даже мне в окна как-то не так стучалось. Ну, да, да, да. А потом, когда видишь эти фотографии, и хочется схватиться за голову... Да, но есть же такие же прекрасные фотографии с площади Ленина, которая тоже была засажена, а теперь там немножечко плац. Да, да. То есть, у нас не город, да, действительно, у нас плац сейчас, и с этим что-то нужно делать. А вот что нужно делать, не знает ни полиция, ни городские власти, по-моему. И честно, мне не хватает фанатиков. Мне не хватает фанатиков в любой профессии, с которой бы мы не сталкивались там в своей работе. И, может быть, даже фанатиков городской администрации, в комитете ЖКХ, которые бы любили деревья, которые бы говорили, ребята, вот рекламщики, которые бы могли отстоять точку зрения, ну, прости, деревьев. Мне рассказывали ученики 49-й школы, что раньше у них была то ли учитель биологии, то ли учитель какого-то другого предмета, которая была в этом хорошем смысле фанатиком. Они высаживали вокруг 49-й школы сирень. И как будто бы остатки этой сирени в районе Удакана, где-то еще там в окрестностях, еще остались. В этом смысле фанатиков, ну, хотя бы 10 добрых могли бы спасти наш город, если уж никто больше не может его спасти. Да. К сожалению, писать проще в комментариях, что, девочки, вы наивны и что-то не то говорите. Да, да. Что делать? Резюмируем. Берегите природу.